Глава Химок Дмитрий Волошин провел заседание оперативного штаба по вопросам теплоснабжения. Вместе с представителями ТСК МОСЭНЕРГО, управляющих компанией, специалистами ЖКХ обсудили, как идет восстановление поврежденных участков теплосети. Коллеги, у нас базовая повестка сегодня, но мы добавили дополнительный вопрос по моей просьбе о работе с обращениями граждан, поступившими, за прошедшую неделю, по которым там есть вопросы, тоже нужно будет сегодня это разобрать. Пожалуйста, Денис Анатольевич, по первому вопросу, что у нас с графиком нарушения отопления работы. Пожалуйста. У нас выявлены три адреса новых с точки на центральном топливе. Компетитировал 28, 1.30, 1.26. Везде выставлена бригада, ведется поиск повреждений с расходкой устранения сегодня в 8 часов вечера. Значительная часть обращений жителей касается благоустройства. Обратные засыпки трубопровода после проведения ремонтных работ. Сейчас 150 ордеров не закрыто по обратной засыпке. Соответственно, их восстановить займет определенный промежуток времени. Но это даже не месяц. Я думаю, что этот вопрос нужно с Гориновым проговорить и на предмет привлечения подрядных организаций, которые эту работу сделают. После совещания Дмитрий Волошин осмотрел котельную на Нагорном шоссе, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома и социальные объекты в Новых Химках. В этом году в рамках реализации инвестпрограммы в ней заменили котел для повышения надежности теплоснабжения и дополнительного увеличения мощностей. Заменили в прошлом году, вот он находится там, котел номер 3, а этот котел номер 2 заменили в этом году. Остается у нас котел номер 1 старый. А вот этот надо менять, да? Да, еще вот старый котел. Это новый котел, да, свежий день. Посетил Дмитрий Волошин несколько адресов, где продолжают восстанавливать трубопровод. Всего, по информации ТСК «Мосэнерго», в округе работают 15 аварийных бригад. Сейчас мы еще определяемся с объемом работ. Я думаю, что работа здесь, наверное, дня на 3-4. Да. Но мы будем минимизировать отключение, то есть только короткие переврезки. Отметим, что жителям, в чьих домах отопительный период начался позже установленных сроков, проведут перерасчет квитанций. Плату за отопление пересмотрят и для жителей многоквартирных домов, в которых нет общедомового прибора учета тепла. Андрей Липанов, Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.